Витамин D вырабатывается нашими организмами под солнечными лучами. Плюс мы получаем его из пищи. Но в наших условиях и солнца недостаточно, и с рационом беда. А витамин этот, как утверждает главный внештатный специалист края по детскому питанию, необходим людям всех возрастов. Профилактика развития аутоиммунных заболеваний, профилактика развития онкологических заболеваний, профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний. Когда мы загораем, только в летнее время, да, поэтому только в летнее время мы можем синтезировать в коже достаточное количество витамина D. А начиная с осенних месяцев мы должны принимать профилактическую дозу постоянно, каждый день, по тысяче международных единиц в сутки. Некоторые врачи считают, что витамин D необходимо дополнительно принимать, ведь солнечный загар не очень полезен. Загорать не полезно. Загорать не полезно. Получать витамин D таким способом не полезно. Воздействие ультрафиолета на кожу увеличивает риск солнечной алкологии. Загорать нет, солярии запрещены. Приняли это как факты. То есть снова принимать витамин в лекарственных формах. Популярности ему добавило и исследование, согласно которому достаточный уровень витамина D снижает риск заражения коронавирусом и даже смертность от ковида. По крайней мере, об этом рассказывают уже многие СМИ. Но эксперты уверяют, журналисты неправильно интерпретируют результаты исследований. Ведь нашли ученые именно корреляцию тяжелого течения коронавируса и низкого содержания витамина в организме. Вовсе не значит, что вещи это связаны. И самые авторы об этом сказали. Неоднократно подчеркнули, что не воспринимаете наши результаты как призыв пить витамин D. Потому что не исключено, что существует некая третья, а может быть четвертая, пятая, десятая причина, которая связана одновременно и с тяжелым течением коронавируса, и с низким уровнем витамина D в крови. Такое уже было. То есть такое уже неоднократно встречалось. В истории исследований уже пытались притянуть витамин D к детской бронхиальной астме. И не получилось. Среди экспертов есть еще одно предположение. Витамин D и в нашей стране, и за рубежом выпускают многие фармкомпании и в серьезных объемах. Это может означать, что мы еще не раз услышим о чудодейственных свойствах солнечного витамина. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. День с толком. Ну что, все вынесли.